Что-то все рассказывают про успех, о том, как можно заработать много и быстро на Яндекс.Дзене. Оно и понятно, как бы, если рассказываешь о том, как у тебя всё здорово, то тебя и смотрят. Если рассказываешь о том, что всё идёт не очень, да кому ты нужен? Вот. Но я, тем не менее, отойду немного от этой традиции, и сегодня расскажу о том, как даже самые успешные и хорошие каналы могут попросту скатиться на самое днище. А это Критов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится» и мы начинаем. Ну, у всех, конечно, разное представление об успешности канала. Но, скажем, что вы подумаете о канале, который набирает там 146 тысяч посетителей в сутки? Мне кажется, это довольно неплохой, нормальный канал. Нет, понятно, что это в пике, когда успешная статья вышла и всё такое, но канал такой нормальный, по истории. Я его особо не афиширую, потому что он приносил, опять же подчеркну, приносил нормальные деньги. Это вот где-то по 4 тысячи, по 5 тысяч в день, ну там это в пике. А так вообще и по 2 тысячи где-то. Ну, сейчас покажу статистику в метрике, чтобы вы убедились. Но проблема в том, что неожиданно стали снижаться посещения канала. То есть, дочитывать стали меньше, CTR стал меньше. Как бы мне было непонятно, это всё стало скатываться вниз, на днище, как я уже сказал. И я был обеспокоен такой ситуацией. Я им в техподдержку написал, говорю, ребят, что такое? Почему у меня падают показы? Почему вот они стремительно так падают? На что мне сказали? Вот я просто думал, может быть, ограничения какие-то наложили. Но на этом мне ответили вот следующее. Здравствуйте. Я ознакомилась с вашим дзен-каналом и публикациями. Они в порядке и не ограничены в показах. Успокоили. Хорошо. Хочу отметить, что CTR это отношение число нажатий на карточку к числу её показов в ленте дзена. Кликабельность зависит от актуальности темы для читателей, привлекательности карточки. В общем, всё как обычно. Можно сказать, что это первое впечатление. Чем привлекательнее карточка, тем больше пользователю хочется ознакомиться с самим материалом. Это важный показатель, но не только он влияет на показы. Это понятно. Ни их количество... В общем, не буду это читать. Самый конец интереснее. Не переживайте, у вас очень хороший канал с большими перспективами. Насколько я вижу, у вас высокие проценты CTR по всем публикациям, а также время и процент дочитывания. Вы идёте в верном направлении. Вот. Вот это я хотел подчеркнуть. Почему хотел подчеркнуть? Потому что сейчас я покажу вам верное направление. Как выглядит верное направление в Яндекс.Дзен. Просто посмотрите. Давайте перейдём в метрику. И вот оно. Что мы тут видим? 146 тысяч показов. Потом 101 тысяча показов. Потом 90 тысяч показов. 73. 56. 40. 30. И потом ещё ниже. 19. 10. 7. 5. И 4. 4 тысячи показов. Это вот, наверное, самое верное направление на Яндекс.Дзене. Канал по истории... Я не знаю, почему так. Ну, то есть, статьи, которые я писал, они особо-то и не изменились, в принципе. То есть, я также указывал источники. Стал даже больше указывать источники. Тексты стали более такие проработанные и интересные, на мой взгляд. Но верное направление оказалось каким-то вот таким вот. Опять же, вы можете подумать, что, скорее всего, может быть, ограничили как-то канал, что опять какая-то фигня такая случилась. Канал ограничили, а предыдущий ответ был как бы такой до ограничений, а этот вот после. Но нет, нифига, вот я опять спросил, то есть, говорю, ну, как так вот, почему так происходит-то, что случилось, что я не так делаю? Мне на это ответили вот что. Ограничений на вашем Дзен-канале нет. Это значит, что показатели могут возрастать в обычном режиме. На количество показов в ленте заинтересованных читателей влияет множество факторов. Я это сообщение уже про множество факторов, ну, наверное, за свою карьеру Дзен-блогер 50 раз слышал. Вот, ну, дальше тут вот это перечисление взаимодействия читателей с CTR. Ну, повторение, в общем. Опять же, концовка самая интересная. Также вы можете заметить и некоторую динамику, которая, казалось бы, не связана с данным фактором, с данными факторами. Это тоже нормально. Колебания статистики, которые вы приводите в пример, время от времени случаются с каждым блогером Дзена. Блин, я на Дзене вот этот канал веду где-то, ну, года два, наверное. И время от времени, это значит, вот первый раз за всю историю этого канала вот так вот все скатилось просто на дно. Ну, то есть, со 146 тысяч, ладно, пускай у меня на этом канале не всегда было 146 тысяч. У меня там встречались и большие всплески, и большие падения там. Но большие падения это вот где-то, ну, минимум там тысяч до двадцати в сутки посетителей. И такого вот прям не было никогда. Соответственно, и доход у меня очень сильно просел. Ну, скажем, в пике на этом канале доход в сутки был максимальный 4700 рублей. Теперь он упал где-то вот в выходные. Самый минимум был, это где-то вот за 4000 как раз. Это 180 рублей. 180 рублей с канала. Господи, что это? Если честно, то это такое, так себе вы идете в верном направлении. Я уже, если честно, не удержался и третий вопрос в техподдержку направил. Ответа еще не получил. Но, тем не менее, вот что я написал. Добрый день. А вы уверены, что падение посещаемости канала со 140 тысяч за сутки до 4000? Это нормально, и мне не стоит волноваться. В прошлых письмах вы писали, что у меня хороший канал, и нужно продолжать в том же духе. Я так и сделал, но результат какой-то обратный. С уважением Игорь Кретов. В общем-то, я не знаю, с чем это связано, но я могу предположить, с чем это связано. То есть, когда у меня выстроили статьи, когда они набрали 146 тысяч, когда доход был весьма высок, то через несколько дней, буквально, может быть, даже через неделю, в Дзен-редакторе на некоторых каналах, то есть, вот как раз по истории и по фильмам, у меня стали происходить странные вещи. Странные вещи только на этих двух каналах. На канале Игорь Кретов было все в порядке. Что подразумеваю под странными вещами? То есть, я сел писать статью, написал, нажал отложенную, и статья просто пропала. Ну, то есть, ее нет в отложенных. Я такой очень удивился. Написал даже в техподдержку. Но на утро она появилась, на следующее утро. Ну, вроде все нормально. Потом опять пробовал писать статьи, и такая ситуация, что они просто, невозможно их опубликовать. Кнопка опубликовать не работает, там написано, идет сохранение. Я ждал, 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 но потом опять тоже все наладилось. Потом заходил в профиль, возникали красные такие плашечки, типа не удалось загрузить там информацию о профиле, не удалось загрузить о публикации. И вот это все происходило целую неделю, как будто они что-то там переделывали. Иногда деньги не получалось вывести, иногда там не получалось загрузить что-то. Иногда опять же пропадали отложенные статьи. Были только опубликованные, никаких отложенных, ничего. Хотя у меня там в черновиках довольно много было статей. Потом они все возвращались на место, ничего вроде страшного. Но вот в этот период падал и CTR, падал и как раз вот доход. Все падало, по сути. Посещаемость падала. И такой еще момент, что даже самые плохие статьи у меня раньше, даже на самые неинтересные темы, они все равно там набирали несколько сотен дочитываний. Сейчас они просто там, ну буквально... Такое ощущение, что контент по истории показывают бьюти-блогершам там каким-то, которые там не понимают вообще о чем речь. Я не знаю, с чем это связано, но, Дзен, скажите мне, реально это вот верное направление, когда там со 140 тысяч до 4 все скатывается? Нет, может быть просто Дзен пожадничал. Ну то есть вот у меня несколько статей подряд выстрелили, когда и там 146 тысяч дочитываний, и там по 5 тысяч в день приходят. Они такие увидели, мы этому чуваку столько денег заплатили, давайте-ка их обратно заберем. Давайте, типа, снижайте ему этот показы, а то мало ли заработает еще тут у нас на площадке. Ну то есть эта теория тогда подтверждает, что у каждого автора есть какой-то потолок показов. И то есть вот этот канал резко выстрелил, и потолка я достиг, и все обвалилось поэтому. То есть сказали, больше ему показов не давать, и так жирует проклятый автор. Может быть с этим связано? Ну я могу только предполагать, потому что когда я пишу поддержки, они говорят, а, все в порядке, ничего страшного, CTR зависит от 10 пунктов там. Вот, в общем, посмотрите на эти пункты, пишите лучше, у вас все в порядке. Блин, ну я уже понимаю, и, наверное, вы понимаете, и вы, наверное, понимаете, что я тоже не очень глупый человек. Ну так вот, это прекрасно видно, что с каналом что-то не так. А ведь хороший канал по истории был, реально, ребята. Я ж старался, я ж писал. Почему вы нормальный контент хороший? Я считаю, что на этом канале, в принципе, хороший контент. Со ссылками, с источниками. Там проработанные статьи я, наконец, начал писать. То есть не стал какую-то желтуху там выкладывать, а что-то такое прям. Ну, заголовки все равно я признаю, стараюсь какие-то такие цепляющие делать, немножко с оттенком желтизны, но сам материал, сама проработка материала там, я указываю источники и ссылки. Все это есть в материале. Почему такой канал не может существовать на Дзене? Я понимаю, что сейчас вам хочется какой-то авторский контент с личным мнением автора. Я все это прекрасно вижу. Почему? Потому что у меня есть канал Игорь Кретов. Я, кстати, наконец попробовал подать заявку в Нирвану. И мне там написали, что заявка в Нирвану ваша отклонена, потому что на одном из ваших каналов есть нарушение, и нужно, чтобы все каналы были без нарушения. Кстати, вот у меня мысль. Связано ли это с этим как раз вот, что у меня на одном канале? Может быть, они как раз и имеют в виду, что нарушение у меня на канале по истории. Может быть, какая-то статья им не понравилась. Хотя у меня много каналов, и тут опять же гадание на кофейной гуще. Тем не менее, канал по истории нормальный. Вы сами признали в техподдержке, что это хороший канал, что я иду в верном направлении. Ну, какое-то вот такое верное направление оказалось. Опять же, что хочу сказать. Падение показов, я тут, конечно, жалуюсь, все такое. Но у меня, скажем, на канале Игорь Кретов, который мой личный блог, очень сильно выросла цена за рекламу. Причем и продолжает расти. Скажем, вот на этом канале по истории упали показы. На канале Игорь Кретов они тоже упали, но там выросла цена за рекламу. Вот просто продемонстрирую, как это вообще происходит. Вот смотрите. Баланс за 10 число. Баланс за 10 число 1060 рублей. Давайте перейдем в статистику, переходим в статистику и перейдем в метрику. В метрике мы посмотрим у нас за 10 число, сколько у нас было посещений, то есть сколько человек зашли на канал. 19 800 человек. Ну, то есть 50 рублей за 1000 посетителей. Для сравнения, канал про фильмы, который я продолжаю вести, и я не буду там делать подборки, потому что мне не нравится делать подборки. Я веду канал про фильмы сейчас просто по фану, потому что мне нравится что-то такое писать интересное. Денег он очень мало приносит. Давайте вот за то же число 112 рублей. Вот заходим. Вот 112 рублей за 10 число. Давайте посмотрим, сколько здесь посещений у нас. Переходим также в статистику. Смотрим. То есть 9200 человек в метрике у нас за 10 ноября. Да это же 5 рублей за 1000 показов. Ну, то есть цена за рекламу может в 10 раз отличаться. Сейчас на канале Игорь Кетов вообще растет цена за рекламу. То есть где-то сейчас показы упали опять же, но приходит где-то рублей по 700 в сутки, даже чуть больше. Так вот, приходит за где-то, ну, 10 тысяч посетителей. 10 тысяч посетителей. Это получается по 70 рублей за 1000 человек. То есть цена на рекламу вообще разительно отличается на разных каналах. И вот на личном блоге, где там с моими фотками, с уникальными фотографиями, где уникальный материал, где я рассказываю про себя, где показываю свое лицо, цена за рекламу довольно высокая. А на канале по истории, на канале про фильмы, цена падает, показы падают, просмотры падают, CTR падает, все падает. Почему так, я не знаю. Видимо, может быть, Дзен решился вот взяться так, чтобы авторы были все уникальные, чтобы они там делали уникальный контент со своим мнением, опять же. Мне тут, если честно, сложно судить, потому что Дзен, ну, ничего не говорит. Он говорит, все в порядке, продолжайте в том же духе. Это сезонное. Дзен, почему вы держите своих авторов в неведении? Ну, дайте какие-нибудь рекомендации, наконец. Скажите, что вот с этого момента мы серьезные исторические статьи не хотим видеть на своей площадке. Там информацию про фильмы, про все другое тоже не очень хотим видеть. Давайте нам вот уникальные фотографии про то, как, я не знаю, там сгонял на пляж в Крыму и что я там увидел. Крым, кстати, это такая на Яндекс.Зен популярная тема. Очень многие пишут про Крым и у них стреляют статьи, даже если они полностью там такие вот, мягко говоря, не очень. Это я к тому, что довольно обидно, когда ты несколько часов тратишь на статью, а потом ее перебивает какой-нибудь там, сходил на пляж в Крыму. В общем, как вы поняли, у меня сейчас бомбит. А бомбит почему? Ну, деньги-то, в принципе, у меня сейчас приходят. Тем не менее, там, тысяча рублей в день с Яндекс.Зена у меня пока что есть. Хотя вот сегодня 900 рублей пришло, я это говорю, потому что вначале сказал, что не буду скрывать о том, как вот все сейчас обстоит на самом деле. Все обстоит довольно плохо. Еще, если опять сейчас ниже просядут показы, возможно, я и 900 рублей не увижу. Хотя, че мне переживать? На Ютубе у меня есть канал. Может быть, я тогда зря в прошлых видео сказал, что даже если меня забанят, то я все равно буду снимать видео про Яндекс.Зен. Они сказали, а зачем мы тогда ему платим деньги? Ну, это я так, несерьезно, на самом деле. Конечно, они так не думали. Возможно, они вообще моих роликов даже не смотрят. Меня на данный момент интересует только один вопрос. Что случилось с моим каналом по истории? Мне нравится мой канал по истории. Я в него реально вкладывал много времени. Я реально интересуюсь историей. Это не так, что я там... А какую бы мне тему начать писать? А вот история вроде бы на Дзен популярная. Я в школе очень увлекался историей. Мне нравилась история. У меня пятерка по истории была. И это реально тема, которая мне вот прям заходила, которую я хотел писать, которую я хотел прорабатывать. Понятное дело, что первые статьи не находили как только у читателей. И мне пришлось немного сместиться, подстраиваться под читателей. Какие-то темы брать, которые мне, возможно, были не очень интересны. Но, тем не менее, сама тема истории мне всегда была интересна. И сейчас я вынужден, не знаю, ходить, бегать по городу с камерой, фотографировать что-то и выдумывать об этом статьи. Просто потому, что Дзену вдруг заблагорассудилось, что вот какой-то уникальный контент со лицом автора это намного лучше, чем серьезный исторически проработанный материал. И вот эти вот не катят, что пишите лучше, пишите больше. Ну, реально же видно, что с каналом что-то не так. Дзен, я буду очень признателен, если вот, не знаю, даже менеджер, ваш не менеджер, ну, я столько вопросов уже там понаписал в техподдержку, хоть один там пусть мне напишет, что реально происходит. Стоит ли вообще продолжать заниматься каналом по истории или уже не стоит и продолжить вот бегать с фотоаппаратом по городу, находить там какие-то интересные места, фотографировать, делать селфи на этих, там, не знаю, достопримечательностях и писать, как я сходил там в парк Зарядье. Вот. Хотя это тоже не особо прокатит, потому что одного моего знакомого не взяли в нирвану, потому что сказали, нужно глубже прорабатывать материал. Под глубже они имели в виду, что нужно описать какие-то личные переживания, личные ощущения, не то, что могут увидеть там другие блогеры. То есть еще и нужно находить что-то такое, что другие не могут описать. В общем, не поймешь этот дзен, чего он от тебя хочет. Даже нет, даже не так. Ты в конце концов понимаешь, что он от тебя хочет, но дзен такой, как капризная женщина. Он сегодня хочет одного, а завтра другого. Допустим, он в три часа ночи просит тебя принести ему клубники, ты бежишь за клубникой, приносишь, а он говорит, а я уже хочу соленые рыбы. И ты такой... В общем, надеюсь, они перестанут, наконец, держать авторов в неведенье. Давайте как-то более открыто общаться между собой. Все-таки мы тоже как-то помогаем вам зарабатывать, все-таки наши материалы, в них же все-таки реклама встраивается. Если совсем авторов не будет, то и дзен как площадка не будет существовать. Но вы почему-то продолжаете крутить в рекомендациях какие-то сомнительные каналы, которые там авторы рекламируют какие-то сомнительные курсы. А об этих курсах, на которые не стоит записываться на Яндекс.Дзене, я делал отдельный ролик, в подсказках его прикреплю. Кстати, может быть, это и с этим связано, то есть дзен рекламирует вот этот вот канал, о котором я говорил в предыдущем ролике. А я такой снял разоблачение на эти курсы, сказал, что не нужно брать кредит, чтобы записаться на курсы по Яндекс.Дзену. И, может быть, кто-то обиделся, может, у них там какие-то знакомства между собой, и они сказали, Так, Кретов совсем обнаглел, на наших амбассадоров гонит. Ну, это не я сказал, это они сами себя так называют амбассадор Дзена. Вот, может быть, там все повязано у них, и поэтому меня так вот побрили немножко. Я не знаю, это все предположения, опять же, я ничего не утверждаю, но вот результат вы видели, результат я вам показал. Я не скажу, что на Дзене все плохо, я не скажу, что нужно прекращать писать и убегать на другую площадку. Как бы зарабатывать можно, может быть, вам везет сейчас больше, чем мне, может, вы нормально сейчас зарабатываете. Ну, вот, надеюсь, у меня тоже все скоро выровняется. Вот, пожелайте мне удачи, в общем, если удачи не будет, то хотя бы лайк подставьте, ну и подписывайтесь на канал. А с вами был Кретов, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока, надеюсь, в следующий раз мы встретимся в каком-нибудь более позитивном ролике. Все, пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok